Марина, ну что ты расстраиваешься? Ну и что, что все подруги в банках и в холдингах работают, а ты в цветочном магазине. Зато магазин наш, и ты работаешь на себя, а не на дядю. А должность этого он только название. Нет, ну хочешь я тебе в трудовую книжку напишу, что ты у нас вице-президент? Или директор дивизиона какого-нибудь? Все равно ведь бессмысленный набор слов. Зато подруги обзавидуются. На самом деле название должностей и соответствующий им функционал это важно. И рано или поздно, когда ваш бизнес вырастет, вы это поймете. Ведь система управления в бизнесе растет вместе с компанией. От простого к сложному. Но от простого это понятно, это примерно то, что вот у меня сейчас. А дальше чего ожидать? А давайте вместе проследим путь развития бизнеса. Начинается он, как правило, как небольшая команда единомышленников. У нее есть лидер, руководитель. И каждый член команды, в зависимости от ситуации, выполняет работу, которая нужнее в данный момент. Так сказать, получается некая артель. Ага, ну да, артель. Слабоумие и отвага. Каждый на все руки мастер. Проходили, знаем. Но ведь это же не может как следует работать. Кто-то вон в финансах не соображает. 2,2 сложить не может. Но зато он может быть в производстве лучше всех разбирается. Должна же быть какая-то специализация. Конечно, и очень быстро такая специализация появляется. Для простоты и наглядности выделим три функциональных блока. Финансы, маркетинг или продажи и производство. Хотя таких блоков может быть и больше. И вот у нас в компании появился главный финансист, главный маркетолог и главный производственник. Каждый из них управляет своими сотрудниками, относящимися к его функциональному блоку. А в рамках каждого блока могут появиться свои отделы и подразделения. Своя древовидная структура. Получится так называемая линейная система управления. Понятная и удобная. У каждого работника есть свой непосредственный начальник. Все строго по иерархии. Ну и правильно, все понятно и логично. Зачем еще что-то более сложное изобретать? Дивизионы, какие-то холдинги? Такая линейная структура по-хорошему годится только для управления одним видом деятельности. Попробую пояснить. Предположим, у вас несколько направлений деятельности. Причем неравнозначных. Например, ваша компания активно занимается выращиванием и реализацией цветов. И вы вдруг решили параллельно заняться производством сувениров. Цветы вам приносят 99% выручки. А сувениры пока и 1% не приносят. Что произойдет? Нет, ну ясное дело, все будут заниматься цветами. Деньги-то там все в основном. А все остальное, ну, по остаточному принципу. Вот именно. И если загрузка большая, то сувениры у вас так и не запустятся. Только зря время и деньги потратите. Ну, значит, надо поставить отдельного человека на это направление. Именно так. Появится сотрудник, который стоит как бы за рамками этой линейной структуры. Назовем его менеджером по сувенирной продукции. И по своему направлению он будет дергать финансистов, продажников и производственников. Такая система управления уже называется матричной. Потому что задачи конкретному сотруднику могут прийти и по вертикали от его непосредственного руководителя. И по горизонтали от менеджера по отдельному направлению. Ну и все в порядке, зачем дальше-то усложнять? А вы представьте себе, эти отдельные направления растут и набирают в силу. Рано или поздно будет так, что конкретный сотрудник, например, производственного отдела, тратит все свое время только на сувенирную продукцию. И 99% задач поступает к нему от менеджера этого направления. По сути, этому менеджеру он теперь подчиняется в гораздо большей степени, чем своему непосредственному руководителю, директору по производству. Останется только это узаконить. Так зарождается дивизиональная структура управления. В каждом дивизионе уже есть свой руководитель и свои собственные функциональные подсистемы. Финансовая, маркетинговая и производственная. А над всем этим стоит финансовый директор компании, директор по маркетингу и директор по производству. По вертикали от них спускаются утвержденные планы, регламенты и осуществляется контроль. А вот непосредственное управление в данной структуре осуществляется уже в основном через директоров дивизионов. Ага, а дальше такие дивизионы будут превращаться в самостоятельные компании. Совершенно верно. Дивизионы могут стать самодостаточными. В них могут привлекаться инвесторы, партнеры. А также новые бизнесы смогут вливаться в вашу компанию. В этой ситуации разумнее превратить их в самостоятельные дочерние фирмы. А ваша компания станет холдингом. При этом в зависимости от ситуации какие-то процессы в той или иной степени могут быть централизованы. Единое управление финансами, например. Или продвижением, если используется единый бренд или сеть дистрибуции. А какие-то процессы могут быть полностью отданы в дочерние компании. Производственные вопросы, например. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Понятно. Теперь стало ясно, как все это получается. Даже стало интересно. Но вот только мне-то какой в этом прок? Когда я до холдинга-то дорасту? Если вообще дорасту, конечно. Ну вот до холдинга вам в самом деле еще расти и расти. А вот про матричную структуру помнить полезно. Малый бизнес, как правило, активно исследует рынок. Экспериментирует с новыми направлениями деятельности. А вот выделенных менеджеров на эти направления ставят неохотно. Дескать, там еще денег нет пока. Зачем я буду еще лишнего человека нанимать? Вот когда бизнес попрет, специального менеджера на него поставлю. А пока и так обойдемся. А оно все никак не идет и с мертвой точки не сдвигается. Потому что ключевые сотрудники и руководители перегружены текущей основной деятельностью. И на новое направление им банально не хватает времени, внимания и энергии. В итоге деньги и усилия потрачены впустую. А новое, может быть даже перспективное направление, часто либо в итоге само собой умирает. Либо годами прозябает в статусе ни жив, ни мертв. А мораль-то какая? А мораль стара как мир. Нельзя быть немножко беременным. Если беретесь за новое направление, выделяйте под него ресурсы. Причем людские ресурсы даже важнее, чем денежные. И не бойтесь усложнять структуру управления своей компанией. Рано или поздно это все равно становится необходимым. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш YouTube-канал «Справочное бюро предпринимателя». И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok